Добро пожаловаться! Здравствуйте! Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Доброе утро. Еще начинается программа «Добро пожаловаться». Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копин со звукорежиссерским пультом. И с нами на связи вот эксперты, знатоки, которые могут ответить на ваши вопросы по коммунальным проблемам. Звоните, кстати, 67212-9399, 67213-9399. Это председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И бывший председатель Ригас-Наму-Парвалдникс Айверс Гонтарев. Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, мы еще раз напоминаем, что можно звонить. И, кстати, звонки уже начались. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире. Есть такой господин Перевалов. Я думаю, те, кто работал в Товариго Стану-Парвалдникс, знают. Смотрите, у меня следующая проблема. У меня в подвале плюс 3, соответственно, дома плюс 16. Собиаторы плюс 40. Я позвонил ему, господину Перевалову, Владимир. Сорвался звонок. Ну, будем надеяться, что вы сможете перезвонить. Я понимаю, что, очевидно, может быть, телефон отключился или что-то произошло. Но, в общем, если хотите закончить проблему, я понимаю, что в доме холодно, хотя батареи вроде бы греют. Тем не менее, вот у нас остались с прошлого раза, по-моему, какие-то вопросы, которые касались дезинфекции. Спрашивали очень слушатели, интересовались тем, кто отвечает вообще, кто составляет какой-то график, можно ли с этими дезинфекциями как-то контролировать дворника или, там, обслуживающий персонал вот эти проблемы, потому что люди волнуются из-за коронавируса. Да, я связался с РНП и от них получил также ответ, что используют в уборке ежедневно. Так что, наверное, просто нужно узнать, во сколько можно пообщаться или же с дворником, или же с персоной, которая его контролирует, и переспросить, что можно даже показать то вещество, с которым они эту дезинфекцию проводят. Она без запаха, они специально выбрали такого вида, чтобы она была без запаха и ежедневно не мешала повседневным нашим походкам. Ну, хлорку давным-давно уже как не используют. Ну, видите, значит, получается, что из лучших побуждений, наоборот, люди, не чувствуя запаха, считают, что в дезинфекции не проводятся. Так получается? Ну, здесь так получается, что кто-то хочет что-то почувствовать. Я хотел добавить, что хлор, содержащий дезинфекцирующие средства, они очень агрессивны против материала стен, бетона, лестниц, против металла, и поэтому очень быстро можно свой подъезд довести до ручки. Это раз. Второе, на домашней страничке Центра защиты здоровья имеются рекомендации по выбору этих вот дезинфицирующих средств. Сейчас очень много спирта, содержащих и других средств, которые позволяют проводить эту уборку без особого воздействия, скажем, на людей. Так что нужно просто поинтересоваться, чем делается, а не искать запахи. Ну и в любом случае проблема, скорее всего, в коммуникации, в том, что нужно просто позвонить в домоуправление, попросить информацию, и будем надеяться, что все вопросы закончатся. Из каких-то вот, поскольку звонков пока вот я не вижу, 6212-93-9, 6213-93-9, если у вас есть какие-то проблемы, вопросы, вы хотите получить консультацию, у вас есть такая возможность, пишите, кстати, также на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Я вижу, что пришло как будто бы сообщение, но я пока вот постараюсь его прочитать. Ну, а пока, может быть, мы начнем... Я, может быть, несколько слов скажу по поводу поступившего звонка, когда звонивший сказал, что в подвале плюс 3, батареи достаточно холодные, и, по всей видимости, в квартире нету тепла. Но, во-первых, у меня возникает вопрос, а почему в подвале так холодно? Это может сигнализировать только об одном, что подвал не подготовлен к зиме, по всей видимости, сквозняки гуляют направо и налево. И подвал выхолощивается, становится холодным, и в связи с этим вряд ли можно достичь каких-то ощутимых результатов на первых этажах, чтобы была комфортная температура. То, что низкая температура теплоносителя, ну, сейчас погода не холодная. Сейчас погода не холодная, автоматические теплоузлы выставлены на такой режим, чтобы обеспечивать необходимую температуру в квартирах, еще раз подчеркну, по нормативу, это 18 градусов. У нас звонок есть. Простите, это опять я, как раз мою тему затронули, у меня что-то отключился телефон. Нет, как раз радиаторы плюс 40. Вы правильно заметили, что в подвале гуляют крыльяки, и в подвале поэтому плюс 3. То есть здесь сразу несколько факторов. Во-первых, домоуправление, наверное, должно проверять, когда они сдают тебе по узлу. Второе, когда ты звонишь в домоуправление, тебе говорят, что давай, может, сам сделать, будет быстрее. Я сделать могу сам. Мне принципиально, что ты сделала домоуправление. Конечно, если будет большой минус, и у меня ребенку 11 месяцев, он по большому счету живет на полу, я это сделаю сам. Но тогда я задам все вопросы, они сделают ли самому мне бедрю, так как я обслуживаю и так несколько домов, и вполне могу это сделать. Просто это, опять же, забернемся к недоверию к домоуправлению и ко всем остальным управляющим компаниям сразу. Только из-за этого. Вопрос заключается, я сразу вам отвечу, что, во-первых, закон не запрещает вам сделать самому, и если вы юридически правильно оформите свой вклад, то вы можете потребовать в домоуправлении компенсацию, полную материальную компенсацию, потому что, на самом деле, это не касается подготовки теплоузла, это касается подготовки здания. Ведь каждую осень, в принципе, управляющая компания должна подготовить здание к эксплуатации зимой. То есть, пройтись окна, двери, щели, чердаки и так далее. Все, что должно быть закрыто и должно быть уплотнено, должно быть закрыто и уплотнено. Это не вопрос, это рутинная работа. То есть, она не выполняется, ну что ж. Я с вами согласен, но вот вы правильно заметили, управляющая компания, а не жилет. Тогда я задам все. Если не вопрос, задаю Никсилтам сервису, а именно Кригостаму Парвел Никсу. Для чего я плачу Апсоне Пошину, первое. Но если не хватает оттуда денег, для чего я плачу ВУС, краю. Вы задаете очевидные вопросы. Ваша управляющая компания, если вся ситуация так, как вы ее описали, она просто не выполнила необходимых действий по подготовке здания. Но мы можем здесь задавать вопрос, зачем вы платите, второй вопрос, кому вы платите. Если они не выполняют своих прямых обязанностей, ну, вы совершенно верно сказали, переходите под другое управление. Ведь вопрос заключается, еще подчеркну, у вас сейчас принудительное отношение управления. То есть вы, если походите под РНП, это значит, что вы не переняли дом, вы не заключили с ними нормальный договор обслуживания. И они управляют вами так, как могут. И ничего им за это не будет. Именно потому, что... Последнее. В прошлый раз, благодаря мне, переделали с Илтумс сервис, когда выиграли эти конкурсы, и Рига с Илтумс закончили конкурс. У нас в доме были на отопление трубы под холодную воду, и пять лет ставили заплатки, пока я не залез в подвал и не понял, что там происходит. Ну, когда у меня периодически не было горячей воды. Поэтому футбол у нас играть умеют прекрасно, но так как в РНП на самом деле бардак происходит, сами не знают, что они хотят делать, что не хотят делать. Ну, к сожалению, да, так и будет, я с вами согласен. Скорее, это будет даже по политической причине, потому что правление меняется настолько быстро, что ничего там установиться не может. Два-три года, все руководство меняется. Ну, что при этом может быть? Один на одну линию начинает вести, второй на вторую. Так оно и будет. Но вот, кстати, вопрос, который затронул наш слушатель, это создание бедрибы. Это выражение недоверия управляющей компании? Почему? Нет. Он поставил вопрос так, что я чувствую, что тогда мне придется, вот я чувствую недоверие к управляющей компании и создам бедрибу. Но он при этом сам оговорился, что он управляет несколькими домами. То есть, понимаете, он почему-то, управляя несколькими домами, себя к классу управляющих не относит, а до всех остальных относит к тому классу управляющих, которым можно высказать недоверие. Нет немножко логики. Вопрос создания бедрибы, точнее, я бы еще раз повторил, вопрос перенятия управления домом на себя в случае РНП означает не недоверие кому-либо, а означает, что мы переходим на новую фазу отношений с управляющей компанией. От принудительного управления к договорному управлению. И тогда уже можно все это решать по-другому. Еще один звонок сразу. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Господин Сидор, вы так опытный человек. Вот вы считаете, что Рига с нам упорвал, что меняет руководителей. Но я думаю, что пока не поменяет внизу работников, что там руководители, может в каждом дом бегать или что. Если безответственные работники на местах, так и толку не будет. И вот удастся ли новые Рыжские думы там что-то поменять? Потому что набирали-то не ответственных, а как раз таких, которые свои люди. И все. В нашем доме, например, то же самое с чердаком. Я сама каждую осень там лезу, там затыкаю все эти окна, потому что было так, что замерзала труда, пролила как бы весь до первого этажа, мне вообще как бы залило, что все пришлось выбросить. Наверное, нам упорвал, мне надо менять, снизу начинать. Сверху один человек, руководитель, с тобой хороший, ничего не сделает. Спасибо. Спасибо. Вообще-то один человек ничего не сделает, соглашусь, но один человек должен стоять и организовывать работу и подбирать людей внизу, а не наоборот, что мы давайте сейчас всех нижних выгоним, оставим без... Ну, извините, пожалуйста, людей, которые занимаются непонятно чем наверху. Ведь на самом деле давайте поговорим. Вот что такое регионский аппароникс? Это несколько тысяч работающих. Это громаднейший коллектив, на котором большая ответственность. А что мы делаем? Мы берем и руководство компании и меняем каждые полтора-два года, а то и чаще. Ну, я вам четко могу сказать, никакой работы там быть не может при таком подходе. Меняем, причем, исходя из политических предпочтений, именно верхушку. Я не говорю о слесарях, я не говорю о мастерах. Потому что на сегодняшний день вся проблема Рига с нам паровник заключается в том, что нужно сверху налаживать работу и доходить до участка. А сегодня, поскольку сверху они занимаются, я не знаю, но они придут к вам, они расскажут, чем они занимаются, но, по крайней мере, я не думаю, что они занимаются руководством и участком детально, так как это необходимо, с тем, чтобы обеспечивались планы и заявки жителей. Они там свои игры играют. Поэтому, ну и что, ну снимут этих людей через полтора года, скажут, что опять РНП плохое, скажут, придут опять новые люди, они опять побудут там полгода-год. Эта система там, понимаете, домоуправление – это сложнейшая система, которую нужно налаживать и отбирать на каждое место, тут вы правы, сверху донезать тщательно людей, которые будут работать и будут работать добросовестно, потому что большинство работников РНП работает не в офисе, оно не сидит за столом и оно неконтролируемо, они уходят из сантехники, плотники, дворники на свои объекты, и ты никакого контроля на них не наберешь, если ты не наберешь людей, которые умеют работать самостоятельно и ответственно. А это громадный труд организовать эту работу. – Тут у нас пришла смска, точнее даже две, спрашивает, интересуется слушательница, то ли констатирует факт, то ли забыла поставить знак вопроса. В кризис, вот пандемии, за неуплату ЖКХ будут выселять на улицу. Я не понимаю, это утверждение или вопрос, почему бы не сделать отсрочки по всем коммунальным платежам, учитывая, что многие люди сейчас в такой сложной финансовой ситуации могут оказаться и уже, может, оказались. – Ну, я могу со своей стороны сказать, отсрочки можно сделать за счет кого? Силтумсу, Уденцу, впрочем, поставщикам коммунальных услуг нужно платить ежемесячно. Они вряд ли тоже могут взять и принять решение, что вот давайте мы будем такими добрыми. Здесь такого плана отсрочки, единственное, что в период прошлый чрезвычайной ситуации правительство приняло одно из решений или рекомендаций о том, чтобы снизить штрафные санкции, довести их не выше, чтобы они не превышали уровень так называемых законных или ликвийского процента 6% в год. Это единственное, что можно сделать по факту. Все остальное, это значит нужно знать за счет кого, отку, где тут денежный мешок, который им оплачивать. Ну, хорошо, давайте мы сделаем отсрочку уважаемой даме, а чем мы будем платить зарплату дворнику? Она должна не убирать или она должна сказать, да нет, я подожду с зарплатой. Ну, нет такого механизма. Значит, тогда должен быть фонд, из которого бы это оплачивалось. Это первое. Второе, что весьма ошибочно, это что будут выселять за долги. За долги никто не выселяет. Выселяют за то, что люди не гасят долги. Наличие самого по себе долга не означает автоматическое выселение. После того, как суд фиксирует наличие долга, происходит еще очень большая работа с должником, с попыткой дать ему возможность расплатиться. Но если он не расплачивается, то ведь в конце концов вы обладаете даже наличием долга у вас за квартиру. Это не столь большая сумма, чтобы вы располагаете собственностью квартиры, но сменить ее на более маленькую. Надо искать какие-то выходы, но ни в коем случае не за счет домоуправления. Более того, сейчас СМ2 в чтении принял поправки гражданскому закону, где отчуждение собственности уже будет невозможно без погашения коммунальных долгов. То есть вот та самая ситуация, о которой мы очень долго говорили в наших прошлых программах, она наконец-то найдет свое разрешение. Если пройдет третье чтение. То есть это в принципе может означать, что с одной стороны те, кто покупают квартиры, они смогут все-таки быть уверены, что на квартире не висит долг, которые переходят автоматически с этой квартиры на их плечи, а с другой стороны, ну, как-то эта ситуация будет более цивилизованной. То есть там, насколько я понимаю по комментариям на сегодняшний день, этот механизм будет такой, что за счет и суммы, которая оформляется как сделка, ну, там вот цена вопроса оттуда до 5% от этой суммы автоматически каким-то образом будет сниматься на погашение существующих долгов. Это значит средний размер долга, который взыскивается порядка 2000 евро. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Но если вот возвращаться к этой ситуации, которую написала нам слушательница, вот эта зима, она может действительно стать такой достаточно критической. Где вот эта критическая масса? То есть если в большом количестве жители, владельцы квартир не могут зарасплатиться за коммунальные услуги, ну, или они стараются зарасплатиться за них в последнюю очередь, вот не приведет ли это, ну, не достигнет ли это какой-то критической массы, которая может повлечь за собой какие-то последствия? Критическая масса это неплатежеспособность дома на таком уровне, что Вигас Силтонс и Вигас Рудонс прекратят подавать свои услуги, в том числе и Латв Энерго. Вот это критическая масса. Как только домоуправление не сможет удовлетворить требования, финансовые требования этих трех китов, значит, это и будет критическая масса, потому что неважно, кому мы останемся должны, если отключится электроснабжение дома, то отключится и полностью теплоснабжение, потому что оно полностью завязано на электрику. Ну и, соответственно, зимой тепло, значит, либо, но, если мы говорим о масштабах, таких масштабах, то, скорее всего, здесь это вопрос к правительству, это не вопрос к экспертам из домауправления. Это должно будет решать правительство, потому что такой массовый неплатежи, это, ну, это остановка отопления во всем городе. Это не так просто. Берем внимание, просто, опыт предыдущих кризисов, которые были в Риге, в Латвии, да, мы, то, что мы, как с точки зрения домауправлевых заметили, что мы это не почувствуем сразу, поскольку все это откладывается на шкале времени, да, если вот у жителей сейчас нет денег и они начинают сейчас опаздывать свои платежи, тогда реально домуправления это почувствует как кризис через минимум шесть, ну, объективно, девять тире двенадцать месяцев. Потому что постепенно долги накапливаются, потом поступают дела в суд, там зависают и тем временем уже подходит следующий отопительный сезон и нет денег с чего закрыть эти долги по отоплению. Потом, когда мы анализировали те дома, которые не были подключены к теплу в предыдущие сезоны, когда-то в предыдущей кризисе там были две волны, когда мы шли к этим домам и предлагали им решение, это было реально, и вот сейчас вспомнил, и конец ноября, и даже один дом в конце февраля мы перенимали, и он был уже, ну, треснула система отопления, поскольку она не была правильно обслуживана и замерзла. и там мы анализировали потом платежеспособность, платежеспособность дома была около 85%, то есть 15% не платила. Мы грубо можем посчитать 6 отопительных месяцев, отопительного мосье зоны, если неуплата идет 15% каждый месяц, ну вот берем 6, умножаем на 15, получаем 90%, что это значит, это значит, что полностью неоплаченный один большой счет отопительного сезона. Вот если платежеспособность, наверное, можем сделать выводы, если платежеспособность достигнет в среднем уровне 85%, сейчас Сергей, сколько у тебя, наверное, в кооперативе 100, 98%, если она упадет на 15%. Ближе к 100%. Ближе к 100%. Ну вот если она упадет на 15%, вот тогда для многих домоправлений, для многих домов это будет уже экологический рубеж. Если больше 15%, это уже очень прогнозируемый кризис. Ну и тогда уже это должно быть решение приниматься не на уровне домоуправления, а в эту ситуацию должны вмешаться более высокие инстанции, я понимаю, там на уровне правительства. Видите, здесь я бы сказал это да, но это уже такое постфактум, то есть когда грянет гром, тогда мы начнем креститься. На самом деле это вся ситуация, предыдущая ситуация с кризисом показывает, что в принципе в интересах собственников квартир накапливать и постепенно держать такие резервные фонды, которые можно было бы использовать именно в этой кризисной ситуации, для того, чтобы демпфировать недостачу денег. Это вполне реально, потому что деньги все-таки имеют свойство, они и уходят и приходят, поэтому в принципе созданные такие фонды, они позволили бы стабилизировать работу Дома управления и исключить такие риски, скажем, как мы обсуждаем, но есть сразу связанный с этим вопрос, если создавать такие фонды, то сразу встает вопрос, а где деньги хранить? Сегодня это издевательская позиция контролирующих финансовых организаций, типа вы должны сами понимать, какие банки хорошие, какие плохие, при том, что они сами не знают, какие банки хорошие, какие плохие, потому что банки грохаются, а они только потом спохватываются. Вот здесь скорее всего это должен был бы быть механизм, допустим, где была бы задействована Коскасса. Надежно, спокойно собрали резервные фонды, вложили, отдали на хранение государств, что это не пропадет. И это было бы нормально, цивилизованно, потому что все равно никто уже понятно, что у нас развития поступательного и только вверх нету, мы постоянно срываемся в кризисы, значит, будут эти ситуации сегодня, будут они через несколько лет, не дай бог, но они все равно будут, эти скачки будут, и значит, нужно иметь механизм их демпфирования, но по-моему, пока об этом никто не собирается думать даже вообще. Еще, может быть, заканчивая эту тему, вот вспомнил просто с предыдущего опыта, когда мы перенимали эти дома с долгами, тогда исторически требовалось где-то три года, чтобы очистить этот дом по долгам и подтянуть уже вот платежеспособность уже ближе к 95-97%, да, то есть, чтобы он уже мог хорошо содержать себе этот дом, но три года, вот в прошлый кризис, последний кризис, для этого требовалось, когда дом уже запущен, три года, чтобы его полностью почистить и подтянуть, да, по финансовой дисциплине. ну вот, что нас ожидает. У нас есть звонок, здравствуйте, доброе утро. Доброе, доброе утро. У меня такой вопрос, я звоню с Деглова 108, первый корпус, у нас уже больше месяца на девятом этаже открыто окно, и мы будем платить, конечно, за отопление намного больше. Звонили в дом управления, они ничего не могут сделать, потому что нету жильцов и ищут уже две недели, не могут никого найти. Что нам делать? Какой номер квартиры там? 34-й, 9-й этаж. Там у нас все открытое. И люди въехали, оставили кухню, понятно. Ну, мы не в курсе дело, куда у них уехали. Мы звонили этому старшему по дому Балак Лейпису, но он ничего не может сделать. Он говорит, что мы закроем как-то другим методом, и за это нам нужно 600 евро платить. Ну, что это? Это же не выход. Спасибо. Да, но вот, кстати, по-моему, мы уже разбирали или похожую ситуацию. Сергей, вы говорили, да, о том, что собственники квартир могут на общем собрании решить этот вопрос и сделать, в общем-то... В принципе, я могу сказать так, что может и управляющий решить, пригласить энергоаудитора за сотню, какую-полторы, он ему сделает расчет, что значит открытое окно в квартире в такой период. То есть, насколько увеличивается тепловая нагрузка на эту квартиру, это можно сделать, это расчет и делается. Но, правда, потом это все скорее всего перетечет в суд. Там очень много, но ситуация, я бы сказал так, ситуация тяжелая. Ситуация тяжелая. Если люди бросили, оставили квартиру с открытыми окнами, то ситуация тяжелая, потому что изнутри ты не попадешь, но единственный вариант, который я вижу, это может быть приглашать альпинистов, если они смогут каким-то образом снаружи заткнуть это окно назад или заделать чем-то, то только это. Но это будет стоить денег, я не знаю, там 600 евро, но это будет стоить каких-то денег. Наверное, не 100 евро. Здесь то, что помогает, это неформально просто сообща через соседей его искать, через соцсети, ну вот, это то, что реально можно сделать. Потому что все остальные очень сложные, потому что окно нужно закрыть сейчас, вот сегодня, все остальное это долго и дорого. Самое простое, все соседи, соседи, где кто, может быть, кто-то знает, хоть повесить объявление на доске, там, дорогие соседи, кто знает жильца с 34-й квартиры, подскажите ему, чтобы прикрыло окна. Вот, ну, неформальное сообщение здесь, самое эффективное. Звонок следующий, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. пожалуйста, не вопрос, а вот господину Сидорко. Господин Сидорко, я вам благодарна за то, что вы вот просто слово в слово повторили мое возмущение по поводу этой институции, с позволения сказать, комиссии по контролю за банками. Вот вообще, зачем она придумана? Я их называю жирные коты. Они получают бешеные зарплаты, действуют постфактум и еще предъявляют претензии к тем, которые не знали, что банк какой-то разрушится. Вот надо с них, я не знаю, все эти зарплаты снимать и вообще упразднить это ненужное заведение. Спасибо. Я бы только оговорился, заведение-то нужное, потому что, если бы его не было, банки бы вообще играли бы по другим правилам. Поэтому здесь, я касаюсь частного вопроса, то, что нельзя перекладывать на частное предпринимательство ответственность за сохранность денег, потому что кто-то не доглядел или сам не способен доглядеть признаки кризиса. Это немножко разные вещи. Чтобы говорить о том, что такая институция не нужна, я бы не рискнул, потому что контроль за банками нужен и ты никуда не денешься без этого. Спрашивали, кстати, слушатели, возвращаясь, как решаются подобные вопросы в Эстонии и Литве? Ну, в Литве, насколько мне известно, преимущественно с поставщиками коммунальных услуг происходят прямые расчеты, то есть за тепло, воду и электричество жители платят напрямую поставщикам, это у них в порядке вещей. В Эстонии наоборот, на уровне законодательства каждый дом обязан создать резервный фонд в размере трех среднемесячных затрат на содержание, то есть они и этот фонд, из этого фонда вот как раз-таки компенсируются все эти колебания, и если этот фонд по какой-то причине исчерпан, то тогда собственники обязаны его пополнить. Звонок еще один, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я работаю дворником и в соседнем доме долг больше двух тысяч. Скажите, как оценить работу такого домоуправления, когда они могут забрать долг с этой квартиры, а в то же время жильцы этой квартиры просят сделать ремонт крыши других и на протяжении трех лет не делают. Как быть? Взыскивать. Своевременно взыскивать. Я недаром сказал, что в проекте закона о том, что обязательно компенсация долгов не более 5% от стоимости сделки, потому что на самом деле если сейчас понадеяться на то, что при продаже квартиры все долги будут погашены, то тогда можно и вообще в суд не подавать. Когда-нибудь отчуждение произойдет. Либо собственник уйдет в мир иной, либо еще что-то произойдет. Поэтому в любом случае нельзя допускать роста долгов. Значит, должна быть систематическая работа домоуправления по взысканию. Почему там люди допустили 2000? Ну, это интересный вопрос. Был такой интересный комментарий, спрашивала слушательница, а могут ли домоуправления создать свой собственный банк, но вот для того, чтобы там хранились деньги накопленные? Теоретически могут. В свое время даже, скажем так, как решение, я сам рассматривал такой вариант, но там, скажем так, такое решение, оно будет стоить денег. политически это называется домоуправления тогда должно стать максом места, это лицензия и все остальное, что опять стоит доп. денег. Если неправильно помню, лицензия на год стоила 100 тысяч или около того. То есть это никаким образом при той системе, какая выстроена в стране, это не поможет. То есть если вдруг что-то произойдет. Здесь я напомню радиослушателям, что ФКТК, какую ошибку они допустили, на наше усмотрение она недопустимая, они признали эти деньги деньгами домоуправления, что противоречит закону, где закон гласит о том, что деньги, оплаченные квартировладельцем, поставщику, они считаются деньгами квартировладельца. и это ФКТК в противоречии закону не признало. Вот это главная ошибка работы ФКТК, или такая политическая несмелость принять такое решение. Я бы сказал нестыковка законов. То, что мы считаем не нашими деньгами, по банковскому законодательству считается деньгами клиента, то есть того, кто держит счет. Держим счет мы, значит, соответственно. Сегодня единственный вариант, который может защитить деньги домов, это открытие отдельных счетов на каждый дом от имени собственников квартир, что невозможно, значит, придется всем собственникам квартиры, если они хотят сохранить свои деньги, создавать бедрибу. Да, Сергей полностью прав. Сегодня в Эстонии сделали по-другому. Резервный фонд есть, но там каждому дому присвоен по закону статус юридического лица. Просто, допустим, дом Ленина 33, этому дому присвоен юридический статус. По эгоистонским законам дом может открывать, то есть независимо от решения собственников, ему присвоен юридический статус, и управляющая компания, если собственники никаких даже решений не принимают, является единственным членом этого общества, и она имеет право открыть отдельный счет, и тогда все деньги дома будут на отдельном счету. Это, в принципе, выход, но он будет стоить дополнительных денег на обслуживание и содержание бухгалтерии каждого дома, потому что она будет индивидуальной для каждого дома, это раз. И второе, конечно, банкам будет весело, если сейчас появятся 30-40 новых клиентов, я не знаю, как банк исправится с таким образом. Они будут рады, Сергей. Ну, дай бог. Да, у нас между тем есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло? Да. Извините, я еще на одну минутку. А вот после этого безобразия с Норвегбанком, я слышала, что Далгопевская дума предложила или, может быть, обязала свои подразделения держать деньги в банке только в пределах той суммы, которую обязан банк вернуть, а все остальное держать в государственной кассе. Что вы об этом скажете? Самоуправление может держать деньги в государственной кассе по закону. Я был в государственной кассе и хотел спросить, а можно ли накопительный фонд, что в нашем кооперативе порядка полмиллиона евро, положить на сохранение в государственную кассу? Нет, частная компания, то есть не учреждение, которое не является учреждениями самоуправления государства, в государственной кассе доступа не имеет. Что считаю глупостью, потому что такие долговременные выражения было бы неплохо сделать. Сегодня мы изучаем вопрос о том, чтобы все, что у нас есть резервы, это закупить гособлигации. Тоже выход. Но это все такие кривые механизмы, которые не каждый может и не каждому хватит денег, чтобы такие механизмы задействовать. Поэтому скорее всего должно быть государственное решение о том, как сохранить деньги собственников квартир, потому что что значит там в РНП, насколько я понимаю, только текущий оборот денег это несколько десятков, если бы не под сотни миллионов за месяц проходят через их счета. Куда ты там будешь? У нас буквально две минутки, вот есть еще просто один звонок. Здравствуйте, если можно покороче. Алло, доброе утро. Я хочу сказать людям, у которых там открыто окно, их путь в полицию. Полиция по базе данных найдет, даже в Англии. Спасибо. Ну, не знаю, можно ли в полицию обращаться? Можно запросить и через департамент миграции, можно запросить, где они зарегистрированы, но вопрос в другом, это вопрос времени. Ответы из этих инстанций придут через несколько дней, если не неделю. и то не факт, что человек будет находиться там, где он зарегистрировал. Но это тоже канал информации, да. У нас есть еще несколько просто вопросов, которые касаются коммунального хозяйства. Один из них в подъезде умер владелец квартиры и получается так, что продолжают, ну, то есть нет никаких наследников, рижский домоуправ присылает счета на уплату коммунальных платежей на протяжении пяти лет, и долги этой квартиры копятся и сейчас, вот как пишет нам слушатель, составляют 4700 евро. Почему домоуправление не может выставить эту квартиру на аукцион, если известно, что там нет наследников и никто не проживает? Вот такой вопрос. Но я не знаю, у нас буквально вот минута осталась, может быть, я думаю, его стоит перенести на следующую уже давайте перенесем на следующую передачу. И тогда рассмотрим эту ситуацию. Спасибо огромное, я напомню, что сегодня в нашей программе добро пожаловаться, принимали участие председатель управления товарищества центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, и также бывший руководитель Ригас-Наму Парвалдникс Айварс Гонтарев. Спасибо вам за ваши консультации, за ваши советы и до встречи через неделю. До свидания. До свидания.